Всем привет! В эфире проект движения, с вами Артемий Гадьков. На дворе апрель, а в фоке северная звезда, чемпионат и первенство Нижнего Новгорода по танцевальному спорту. В этом месяце прошло много спортивных событий, и обо всем сейчас расскажем. Погнали! На чемпионаты первенства Нижнего Новгорода по танцевальному спорту в этом году заявилось более 800 участников, а это значит более 2000 выходов на паркет. В этом году также представлены две программы, латиноамериканская и европейская. Погнали! 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 со спортсменами я ничего не всегда потому что всегда я бы сказал что еще одно крутое спортивное событие в копилку нижнего новгорода ну а сейчас пришло время передать слово моей коллеге арене рогановой арен привет тебе слово рассказывай где ты сейчас работаешь тем привет всем привет я сейчас нахожусь в крк нагорный где проходит соревнование по фигурному катанию памяти владимира серебровского эти соревнования проходят в нижнем новгороде уже в 13 раз и в этом году принять участие приехало более 190 спортсменов из 33 регионов страны нижний новгород будут представлять на этих соревнованиях 8 пар и 11 спортсменов в одиночном катании и кстати ребята уже вышли на раскатку всероссийский турнир по фигурному катанию памяти прославленного нижегородского спортсмена и тренера владимира серебровского стартовал на горном дворце спорта знаменитый горьковский фигурист и тренер является многократным победителем и призером чемпионатов рсфср а также победителем зимней спартакиады народов рсфср его результаты конечно что наша школа одна из лучших была в стране владимир серебровский ушел из жизни 1 февраля 2011 года и уже в апреле того же года состоялся первый турнир его памяти нынешние соревнования проводятся уже в 13 раз участвуют сильнейшие молодые фигуристы страны в этом году в турнире принимают участие 190 спортсменов из 33 регионов российской федерации нижегородские фигуристы в числе фаворитов что подтверждает и нынешний президент федерации фигурного катания нижегородской области а также главный судья турнира памяти владимира серебровского алексей двойников выступали танцоры у нас уже выступили краусова корочкин заняли первое место это участники чемпионата страны шульпина солович тоже наши нижегородцы три дня назад выступили на первенстве россии где вошли в десятку сильнейших и кстати о зимних видах спорта перед тем как закончился сезон мы с артемом успели попробовать на себе биатлоны даже устроили небольшое состязание а кто из нас победил сейчас узнаете в эфире рубрика азбука спорта погнали б биатлон олимпийский вид спорта сочетающие лыжные гонки со стрельбой из винтовки на сегодня проводится восемь видов биатлонах гонок индивидуальная спринт и супер спринт командная гонка гонка патрулей гонка преследования масс-старт эстафета и смешанная эстафета в биатлоне используется свободный стиль передвижения на лыжах расстояние на стрельбище до мишеней 50 метров во всех видах гонок за исключением эстафеты на каждом огневом рубеже у биатлониста в распоряжении 5 выстрелов в эстафете можно использовать три дополнительных патрона на каждом рубеже международный олимпийский комитет признал биатлон как вид спорта в 1957 году в 1958 состоялся первый чемпионат мира а с 1960 биатлон представлен на олимпиаде в ссср и россии биатлон один из самых популярных зимних видов спорта сборная ссср насчитывает 19 олимпийских чемпионов сборной россии 17 первым советским олимпийским чемпионом по биатлону в 1964 году стал уроженец горьковского края владимир миланин две золотые олимпийские медали и три золота чемпионатов мира на счету горьковчанина николая круглова продолжателем его дела стал николай круглов младший серебряный призер олимпиады и четырехкратный чемпион мира в эстафетах ну что пришло время перейти к практике мы уже фоке заволжский и сегодня мы будем пробовать олимпийский вид спорта биатлон тренировку нам будет проводить тренер по биатлону алексей сегеевич комиссаров порт и биатлон включает себя два вида передвижение на лыжах и стрельба получается двоеборья мы у вас сегодня проведем с вами биатлон по упроченной программе как говорите для новичков дровка будет находиться на рубеже стрельба будет с упора передвижение будет без винтовки винтовка направлена туда и принимаем изготовку значит обратить внимание как я лежу как я лежу у меня нога продолжение туловища другая нога в сторону у вас напрягается только палец и глаз больше никаких личных напряжений не в спине нигде не должно быть и производим выставку ну да я вижу кстати хорош огонь арен да класс младец арен отлично молодец 2 есть 3 есть 4 есть и один остался до внутри дорожки палочки снять подъехать своем одной лыжи на ковер другую на колено а мы еще и в лыжах будем палочки кладем ага палочки кладем и также лыжах ложимся лыжи развернутые в сторону также ложимся это какой-то новый уровень отстреляли также уже в обратной последствии также встаем палочки взяли и поехать пианирует зима длиннее чем лета белых лесах и полях птицы лыжник прекрасны птицы лыжник птицы лыжник птицы лыжник ну как раз для снега Промахнулась! Промахнулась! И ты! Опа! Хи-хи-хи! Ну, Тёма пошла. Ой, я тоже. У меня тоже две. Да. Ну, я первой решила. Всё. Выстрел надо сделать. Я передотор. Всё. Там нужно на колено. Еее! Если подвозя итог. А как в целом мы справились с сегодняшними заданиями? Всё-таки сложнее стрелять с ходу или спокойствие? Конечно, уже сложнее. Уже дыхание сбивается, пульс немного. И прицеливаться надо точнее. Немножечко прыгает. Немножечко прыгает. Ну, тем более стреляли с упора. Да, тут если ещё... Да, нам было полегче. В целом было очень круто. Мне очень понравилось. Сегодня, наверное, сложилось всё. И хорошая погода. Да, погода весенняя отлично. Солнце! Ну, собственно, я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Да, мне кажется, это было прекрасное завершение зимних видов спорта. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы получили очень классные эмоции. И крутой опыт. Да. Мы были в Фоке Заволжский. Занимайтесь биатлоном, занимайтесь спортом. А мы погнали дальше. Ну, и пока мы с Артёмом попадали по мишеням, уже стали известны результаты парных выступлений. И сразу три нижегородские пары поднялись на пьедестал. Пойдёмте поговорим с победителями. На домашней арене кататься намного легче, чем на выездных каких-то выступлениях. Дома больше поддержки и лёд чище. Это последний старт, и поэтому он всегда важен. Показать свой окончательный результат. То есть ваш окончательный результат достаточно хорош. В этом сезоне. В этом сезоне. Подготовка такая тяжёлая была. Ну, можно сказать, мне много нервные. Я вот очень сильно нервничала последние три дня. Илья был более спокойный. Я всегда спокойный. Ну, ожидаемо, поехали очень хорошо. Мы результатом довольны. Получилось подняться с пятого на третье место. Это хорошо, это очень хорошо. Это прекрасно. В танцах это вот редко, когда так бывает. Всё, у нас последний прокат в этом сезоне. Последние соревнования. Дальше уже будем ставить новые программы. Готовиться к новым соревнованиям. Ты с этого начались сначала. Ну, немножечко отдохнём, конечно же. Вот-вот. Мы попали в десятку. Сильнейших пар первенства России. Первенства России, да. Оно было незадолго до этих соревнований. За сколько? Дни пять? Неделя у нас была перед этими соревнованиями. И после первенства с Россией. Знаете, многие спрашивают, как в КРК на Горном проходят соревнования и на льду, и на паркете. Всё просто. Лёд накрывают специальным резиновым покрытием, а сверху кладётся паркет. И вот мы уже на завершающем матче сезона 23-24 баскетбольного клуба «Парик-Нижний Новгород». Команда «Зорана» Лукича принимает у себя в качах соперников из «Заратовского Абгадора». И, кажется, наши сейчас добили гол, да. Наверное. Ну что, идёт третий четверт. Счёт 38-50. Мы просто отигрываем, но думаю, что у нас ещё есть время. И, возможно, сегодня у нас всё получится. Но я уже предчувствую, что скоро будет тайм-аут, и мы с ребятами выйдем на классику танцевать. А пока что я предлагаю посмотреть дальше спортивных. В первой половине месяца «Молодёжка Торпеда» проводила полуфинальные матчи за Кубок Харламова против Ярославского Лока. Старт серии получился неудачным для наших хоккеистов. 0-2 на выезде. Домашние же игры «Чайка» забирает себе в актив и сравнивает счёт в полуфинале 2-2. На выезде снова поражение в упорной борьбе и следом ещё одно поражение на домашнем льду. В апреле «Пария Нэн» провёл четыре матча за выход в плей-офф единой лиги. Из четырёх три домашние с «Уралмашем», «Самарой» и «Автодором», и все три завершились поражением. А также выездная с «Минском», где нижегородцы и одержали единственную апрельскую победу. По итогам сезона «Пария Нэн» занял шестое место группы «Б» во втором этапе. Женская «Норманочка» также завершает сезон 23-24. В этом месяце девушки играют серию за бронзовые медали чемпионата России, а в соперниках – Мосполитех. В первых двух домашних матчах серии нижегородки одержали победы 2-1 и 5-2. Сейчас же серия переезжает в Москву, и если «Норманочка» там одержит третью победу, то станет обладателем бронзы. Матч состоится 27 апреля. Болеем за наших девчонок! Коллегам «Норманочки» по цеху мини-футбольному «Торпедо» до завершения сезона ещё далеко. Сейчас нижегородцы проводят самый важный отрезок регулярки. В апреле команда Сергея Скоровича провела четыре матча и готовится ещё к двум. В начале месяца «Торпедо» гостила в Норильске и уступила в двух играх с отставанием в один мяч. А следующим соперником стала «Ухта», досрочно оформившая победу в регулярке. Оба матча завершились ничьей в основное время, а в серии после матчевых пенальти «Торпедо» дважды одерживает победу. Впереди ещё четыре игры регулярного сезона, а дальше плей-офф. В «Торполистке» нижегородского «Буревестника» в апреле вели борьбу за попадание в плей-офф чемпионата России. В завершающих матчах Суперлиги команда Ивана Комарова одержала победу и потерпела поражение в играх с московским «Скиф-Восток». И такой же результат был у «Буревестника» в матчах с «Югрой». Нижегородки второй год подряд выходят в полуфинал и будут проводить серию до двух побед с «Кенефом». Начнётся она в Нижнем Новгороде 27 апреля. Ещё в апреле прошли чемпионат и первенства Нижегородской области по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах. Участие принимали спортсмены от 10 лет и старше. Давайте узнаем, как прошёл турнир. Три, два, один! Более тысячи спортсменов стартовали на первом трейл-забеге в Нижнем Новгороде. Участникам предстояло преодолеть лесной массив. В этот раз местом забега была выбрана парковая зона Дубравного. На самом деле он проводится в первый раз. Это серия забегов, которые проводятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Архангельске. И вот в этом году в Нижнем Новгороде впервые был проведён забег. Так как это начало апреля, мы выбирали сосновый лес, где снег быстрее сходит. Ну и, соответственно, Дубравно – это такой большой лесной массив возле Нижнего Новгорода. И здесь там очень хорошая и уютная площадка, поэтому она была выбрана по этим принципам. Участниками забега стали как начинающие, так и опытные спортсмены. На выбор было несколько дистанций. Один, три или десять километров ночью и один, пять, пятнадцать или тридцать километров днём. Маршруты заставлены в один круг. Включали в себя подъёмы и спуски, лесные тропы и другие естественные препятствия. Классно пробежал. Вчера бежал в ночную десятку, прибежал в пятом. Там, конечно, и броды, и трясины, и песка побольше. Сегодня такая скоростная трасса. Вторым прибежал. Доволен. Под конец было тяжело, тяжелее, чем на десятке. А уже на финише каждого спортсмена ждали заслуженные медали и поддержка от волонтёров. Ну что, матч завершён. За счётом 65-71 побеждает команда «Автодор». Но ребята наши до конца боролись, поэтому мы говорим им спасибо за игру, спасибо за этот счёт. И увидимся уже в следующем году. А сейчас ребята отправляются на отдых. И сразу после матча сейчас будет автограф-сессия, где каждый болельщик сможет пообщаться с игроками, получить автограф и сфотографироваться. Поэтому завершаем сезон красиво, а я передаю слово Артемию Коткову. Ну а мы тем временем оказались на 17-й IT-спартакеаде. Прямо сейчас в зале Мининского университета проходит предпоследний этап турнира – игры по мини-футболу. Победители выбирают из 16 команд, ну а всего здесь представлено 10 видов спорта. Об этом мы как раз сейчас и поговорим с организаторами. За всё время проведения спартакеады приняло участие 43 компаний-айтишников. Это спартакеада 17 по счёту. У нас в этом году принимают участие 20 компаний. Мы проводим по 10 видам спорта. Начали с 6, потом 8, 9, потом в этом году добавили ещё лёгкую отельскую. Вот в этом спортивном зале мы проводим бадминтон, волейбол, стритбол, это 3 на 3 играет. Сейчас мини-футбол и лёгкая отельская у них манеж. Люди довольны, приходят с семьями. Вот некоторые вот даже вот там, STM Labs, например, вот радио-бигабит своими флагами, болельщики, мама, папа там. Мама играет, если в другие, папа болеет, и папа играет, мама там с детьми. То есть у нас вот это такой кругозор. Финальным этапом всей спартакиады станет соревнование по дарцу, но после неё будет церемония награждения и подведение всех итогов. Но это позже, а пока смотрим за играми по мини-футболу. Субтитры создавал DimaTorzok Почему мини-футбол, почему спорт, что он даёт и что от него получается? Потому что самый простой вид спорта, достаточно мяча и поляны, и друзей, всё с детства. На самом деле не только мини-футбол, любой спорт, в принципе, большой. Там, не знаю, теннис, волейбол, во всём можно играть. У нас в команде как раз-таки есть такие кадры, которые волейбол, баскетбол, футбол сейчас играют. Самый мой любимый вопрос, в чём кайф? В соревновательности, чтобы победить, в этом кайф. Забить, кайф забить. Во, отлично, спасибо, парни. Ну а нам пора уже встретиться с нашей ведущей, поэтому перемещаемся на стадион Нижний Новгород. Погнали! Ну вот мы встретились с тобой у стадиона Нижний Новгород. Арин, рассказывай, какое из апрельских событий тебе понравилось больше всего? Ну я всё-таки отмечу фигурное катание. Ну уж очень, это красивый вид спорта. Что-то они так элегантно по льду. Я смотрю, ты тоже по льду пошла. Почти, а тебе какой понравился? Я бы отметил IT-спартакиаду. Всё-таки здесь обычные люди, которые сидят в офисах, за компьютерами, но тем не менее они занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни и даже участвуют в таких вот соревнованиях. Вот, зрители, пишите, какое событие вам понравилось больше всего в этом месяце. Ну и не забывайте подписываться и ставить лайки. Ну а мы с тобой не просто так встретились у стадиона Нижний Новгород. Всё-таки мы рассказали обо всех апрельских событиях и новостях клубов, кроме одного. Одного мы оставили всё-таки напоследок. И прямо сейчас в нашей программе рубрика Егора Сухонина «Футбол не по-детски», где он расскажет о последних новостях из стана футбольного клуба Пари Нижний Новгород. Погнали! Всем салют, друзья! Мы возвращаемся после зимней паузы РПЛ. Я напомню, это рубрика «Футбол не по-детски» и я, её ведущий Егор Сухонин. Ну что, поехали! Основная команда Пари Нижний Новгород после возобновления чемпионата сыграла в ничью 1-1 с Воронежским факелом, а в гостях минимально обыграли казанские руби. А дальше была обидная череда потерь. В гостях уступили «Балтике» со счетом 2-0. И в этом матче Кирилл Гацук получил красную карточку и получил дисквалификацию на последующие три матча. Матч их против Краснодара Оренбурга тоже проиграли. В этих матчах наш главный тренер Сергей Николаевич Уран получил условную дисквалификацию на два матча. А наш один из ведущих игроков, Мамаду Майга, получил серьезную травму и выпал до конца сезона. Желаю ему скорейшего выздоровления. В недавнем туре граждане уступили 1-4 серьезным москвичам из Динамо. Но все равно наши парни идут на 10-м месте, и я верю в них, так как впереди еще целых 6 туров, есть много времени, чтобы наверстать упущенное. А молодежка начала новый сезон. Уступили Ростову к ССК Оренбургу, но зато сыграли в ничью с Уралом и Ахматом, а также сыграли в ничью с Чертаново, одной из лучших академий страны. По ходу матча проигрывали 0-3 и отыгрались на 3-3. Еще в нашем выпуске хотелось бы отметить нашу медийную команду «Почти любители». В ее состав входят такие игроки, как Кирилл Гацук, Николай Калинский, Антон Хазов или, например, Норик Авдолян, который забил пенальти в виде сальто. Так, Норик, на! Мама, дорогая, Норик! Я сказал, что он это делал, и я надеялся, что он сделает это опять. Норик! Ему достоилось играть в отборе на медийную футбольную лигу, но, к сожалению, из-за неопытности они вылетели в первом же раунде от команды «Лоту» со счета 0-4. Но все равно, несмотря на это, обратите внимание на эту команду. С вами был, как всегда, я, Егор Сухонин и рубрика «Футбол не по-детски». Увидимся на стадионе вместе за Нижней! Ну а на этом мы будем заканчивать. В апреле было много событий, так что в мае ждем еще больше. С вами были Арина Роганова, Артемий Котков. Мы проект «Движение». Увидимся в следующем месяце. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!